Благородство классического итальянского стиля создает поистине домашний уют и комфорт в вашем доме. Европрестиж. Кухни вашего вкуса. Информационная картина уходящего дня в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. Самый многодетный отец России. Один из самых успешных, а теперь и скандальных священников. Николай Стремский сегодня снова в центре внимания. Саракташский мировой суд начал рассматривать дело батюшки. Напомню, 9 сентября местные автоинспекторы задержали прославленного священника, заподозрили попа-звезду в пьяном вождении и обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. Сегодня все ждали решения суда и финала скандала, но ожидания едва ли оправдались. Решения нет, а скандал вот только стал набирать обороты. О суде мировом, церковном и мирском. Елена Кузнецова. В маленьком зале мирового суда так и не случилось большого разбирательства. Решения по делу Николая Стремского принято не было. Заседание отложили на две недели. А ведь казалось все так очевидно. Кадры задержания батюшки уже затерли до дыр. Вот он уезжает от инспекторов, вот его силком тянут из дома. Все это легло в основу обвинений. Дескать, от мета-свидетельства не отказывался, сотрудникам полиции не подчинялся. Пошел вон, дурак. Правда, защита Николая Стремского настоятельно рекомендует не спешить с выводами. Есть моменты, которые вызывают огромное удивление по поводу всех происходящих событий именно во временном промежутке. Поэтому страна защиты будет пытаться сделать все возможное, доказать, насколько законны и правомочны были требования сотрудников о прохождении медицинского свидетельства. В полиции тоже готовятся к серьезным судебным баталиям. Запросили документы из Первопрестольной. Там два года назад у Николая Стремского, оказывается, уже отбирали права за вождение под шофе. Да и вообще, кажется, правила ПДД не слишком смиряли божьего человека. По фото-видео фиксации на автомобилях, которые завестили на Стремского Николая Евгеньевича, совершалось более 10 административных правонарушений. Сколько их было? Более 30. Это по всем базам, которые имеются у нас в наличии. А впрочем, какой русский не любит быстрые езды и веселых священников? Живой и харизматичный Николай Стремский всегда был любимцем журналистов. И любили его, в общем-то, за слабости. Такие мирские. Но у кого еще перед церковным двором мог стоять ретро-автомобиль? У него вот до сих пор стоит. А дома еще целая коллекция старых и новых, но непременно престижных авто. Одно время батюшка даже рассекал по дорогам на золотом Мерседесе. Конечно, золотым был только цвет, но получалось все равно символично. Батюшка и себя не обижал, и обители озолотил. За четверть века его служения в Саракташе выросли две империи. По правую сторону дороги – храмы, приюты для стариков и бродяг. По левую – трапезная гостиница и торговый дом. Про Стремского шутили – поп-звезда. Он сумел сделать обитель градообразующим предприятием и заслужил безграничную преданность пастве. Благодаря ему я жива, живы мои дети. И я могу, я где угодно скажу, благодаря ему жива я и мои дети. С ним так нельзя. Его нужно беречь, ему нужно помочь. Что такому батюшке мировой суд, если преданные прихожане его и мирскому осуждению отдать не готовы? Парадокс, но многих вообще не волнует предстоящее решение суда. И даже то, пил батюшка за рулем или не пил. Другие, напротив, считают, что крест – не повод для снисхождения. В общем, диспут. За руль пьяному садиться можно, бабушка? А он что ли один садится? Вот сейчас покажи на всех. Давайте все будем пьяные рулить по Саракташу. Тише, тише, успокойтесь. Подождите. Так оно и есть. Все садятся, а его увидели только. Открыть на батюшку глаза Николай Пономарев предлагал односельчанам уже давно. У главного саракташского коммуниста с главным священником свои счеты. Спор за Ленина. На памятник буквально покушались. Это весь народ уверен. Стремский. Пытался свалить памятник, зацепить тросом и свалить его. Но появились свидетели, батюшка дал дёру. В общем, пока мировой суд в процессе, мирской в разговорах и спорах. Выше еще, к счастью, не скоро. А церковь уже рассудила по-своему. Николай Стреемский отстранен от служения до раскаяния. Теперь у Саракташской обители новый настоятель. И это прозрачный намек. В этих стенах даже большие заслуги не дают индульгенции. Смысл этой бумаги, да? То есть, если бумага есть, значит, есть определение, что, значит, не духовный образ жизни человек ведет. Правильно? Если бы было наоборот, то не было бы этой бумаги. Это как бы естественно. Тем самым, послав сигнал отцу Николаю для того, чтобы именно вот эта бумага могла привести человека в чувство. И чтобы человек начал вести, скажем так, нормальный образ жизни. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время. И главное политическое событие дня вышли на старт. Сегодня депутаты городского совета Оренбурга провели первое заседание нового созыва. Основной вопрос повестки – выборы председателя. За ходом первой сессии наблюдал Юрий Мишенин. Первое заседание Оренбургского городского совета объявляю открытым. Юрий Мишеряков ведет заседание городского совета, но лишь до того момента, пока не выберут нового председателя. Этот вопрос повестки под номером 3, а по важности номер 1. Кандидата называет губернатор области Юрий Берг. Предлагаю на должность председателя городского совета внести кандидатуру Шевченко Андрея Анатольевича. Спасибо. По кандидатуре Андрея Шевченко нет замечаний, нет к нему и вопросов. Да и другой кандидатуры тоже нет. Депутаты выстраиваются в очередь на голосование. Процедура тайная, но ни единороссы, ни оппозиция не скрывают. Одни голосовали за, другие, естественно, против. Вы голосовали против? Ну, получается, да. Почему? Почему? Ну, потому что, скажем так, у нас есть определенные свои принципы, есть вопросы, есть решения партийные, которые мы здесь озвучиваем. И однозначно за Андреем Анатольевичем Шевченко здесь секретов нет никаких, по одной простой причине. Обладает огромным опытом, позволяет возраст, позволяет образование, позволяет его воспитание, та культура, которая общение. Опытные давно знают, что происходит в госсовете, то есть уже человек там учить не надо и, я думаю, достойный кандидатуру, которую мы сегодня выберем. В итоге из 39 участвовавших в голосовании депутатов только 6 проголосовали против Андрея Шевченко. Число голосов депутатов Оренбургского городского совета, поданных за кандидата Шевченко Андрея Анатольевича, 33. Председатель счетной комиссии Шевченко. Юрий Мещеряков вручает Андрею Шевченко герб города и полномочия председателя городского совета. Теперь он здесь главный и ему строить всю работу. По составу, да, учитывая, что ротация произошла примерно наполовину, то есть есть те люди, которые впервые зашли. Интересные, молодые, новые люди. Есть те, кто уже, так называемые, костяк городского совета, люди, которые уже отработали и два, и три созыва. И я думаю, что вот именно такая работа, она будет самой плодотворной, самой интересной. Сегодня же объявили конкурс по отбору кандидатур главы Оренбурга и назначили членов комиссии. От губернатора это будут Дмитрий Кулагин, Вера Баширова, Ольга Мещерякова, Александр Коньков и Галина Дедова. От городского совета Игорь Шепель, Елена Иванова, Ольга Березнева, Роман Цуканов и Игорь Вакушкин. С кандидатурой главы Оренбурга должны определиться к концу октября. Пока же исполнять обязанности градоначальника поручили Евгению Арапову. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Депутаты городского совета на очередное заседание соберутся уже в эту пятницу. Тогда они определяют составы рабочих комитетов и их председателей. Раскачиваться, по сути, некогда. Уже в самое ближайшее время начнется работа над бюджетом города. Что нас ждет в ближайшее время? Ну, первое это бюджет 2016 года. Понятно, что экономическая ситуация в стране непростая. В городе она тоже неоднозначна. Но все-таки испытываем такую уверенность в том, что мы сохраним все те привилегии нашим оренбуржцам в 2016 году, какие были предыдущие годы. Ну и сегодня Юрий Мещеряков сложил полномочия председателя городского совета. Он не будет претендовать так же и на пост главы Оренбурга. Правда, признается, без работы останется ненадолго. И, возможно, еще поборется за мандат депутата Госдумы. Я пока никаких для себя перспектив не выстраивал. Я всем говорю, давайте доживем до того времени, когда я жезло передам из рук в руки главы города. Ну, а дальше, наверное, много на диване не належусь. Но какое-то время, может быть, придется отдохнуть. А потом подумаем. Может быть, я кому-то буду нужен. Но, скорее всего, это действительно либо, возможно, не исключаю разные варианты, в том числе Государственную Думу, либо какие-то общественные организации. Военные учения «Центр-2015» обернулись в трагедии. Как стало известно, двое солдат оказались на линии огня. Как и почему это произошло, пока неизвестно. И, как сообщается на портале Ориндей, мужчин расстреляли с воздуха, когда они находились возле мишеней. В итоге одного из солдат удалось спасти, а другой погиб на месте. Андрею Королеву было 28 лет. Он родом из Саранска. Его похоронили с воинскими почестями. Официальной версии его гибели до сих пор нет. Сегодня мы пытались выяснить подробности в пресс-службе Центрального военного округа. Официальный комментарий военных по поводу инцидента ожидаем получить в ближайшее время. Ну и сегодня стал известен приговор водителю, который сбил четверых детей в Октябрьском. Напомним, 9 мая поздно вечером три семьи отправлялись смотреть салют. Дети немного обогнали родителей и двигались по обочине. В это время к ним навстречу на большой скорости буквально несся автомобиль, который сбил детей. Трагедия произошла прямо на центральной улице села. На глазах у десятков свидетелей. После этого виновник аварии даже не притормозил и, как ни в чем не бывало, поехал дальше. В итоге детей в тяжелом состоянии госпитализировали. Один ребенок позже скончался в больнице. Личность виновника установили уже утром. Им оказался местный житель, которого уже судили за особо тяжкие преступления. В момент ДТП он был пьян. В итоге суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. Кроме того, его обязали выплатить потерпевшим моральный ущерб 8 миллионов 100 тысяч рублей. Когда сосед соседям яму роет. На улице Кима местные жители почти полгода требуют засыпать траншеи около их домов. Пару метров в длину, полметра в глубину она появилась в аккурат, где была обочина. Раскопал яму житель частного сектора, которому не вдомек, что другим теперь приходится ходить по оживленной проезжей части. В одиночку достучаться до соседа у людей не получилось. Обращались и в администрацию, и даже в полицию. Детали запутанной истории изучала Ольга Патрушева. Это не тротуар, здесь не было асфальта. Обычная обочина вдоль проезжей части. Но для местных тут был единственный путь без риска для жизни. Теперь приходится выходить на дорогу. Вот уровень земли. На 40 сантиметров он выкопан недостаточно. Пошли дальше. И здесь еще 40 сантиметров. Наклон был. Вот он этот наклон, так сказать, ступеньки наделал. Ландшафт начал меняться полгода назад. Траншеи вырыл житель дома 137 по улице Карла Маркса. Люди не раз заставали соседа за этим занятием. Пытались вразумить, но бесполезно. Ко мне натаскал, песка привез. Сделал всякие баллы, щиты наставил. Куда деваться? Нам куда деваться? Летать. Местные считают, таким своеобразным способом сосед решил отгородиться от внешнего мира. А возможно, ему понадобилась земля или глина. Но никакая причина, уверены люди, не может оправдать то, что здесь может случиться трагедия. Дети с двух рук, это я занимаю полдороги. Это значит, какая-то машина может не успеть затормозить, и мне уйти некуда здесь овраг. Вот старший у меня школьник, он уже ходит в магазин как бы один. Да, я постоянно наблюдаю за ним в окно, как это будет происходить. Он уже взрослый, он как-то молодой, может еще где-то как-то проскочить. Но с малышами и стариками, то есть это очень большая проблема. Мне приходится идти по краю дороги, когда вот здесь вот паркуются по бокам машины, мне приходится их обходить, и в это же время могут проехать еще одну. Местные решили, раз сосед по-хорошему не хочет привлечь к ситуации чиновников. Еще летом администрация Южного округа постановила. Действительно, он нарушает рельеф. Это городская земля, она городскому хозяйству принадлежит. Он не имеет права здесь даже колышков бить, не то, чтобы проводить вот такие глубокие земляные работы. Участковый с ним работал. И в МЧС сказали, это мелкое хулиганство, нужно возбуждать уголовное дело. Люди просят о малом вернуть все, как было. Но соседа ничего не пугает. Почему, неизвестно. Достучаться до хозяина дома нам не удалось. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время. Но однако представителям администрации Южного округа достучаться до хозяина дома на Карла Маркса все-таки удалось. Чиновникам он пояснил, что проводит благоустройство при домовой территории и в ближайшее время площадку зацементирует. И потом по ней люди смогут ходить. В отделе ЖКХ и экологии Ленинского района пообещали ситуацию взять на особый контроль. Сегодня мужчине выписали предписание на устранение нарушений. Но если ваша проблема до сих пор не разрешается, вызывайте наших. Телефон редакции 310462. Мы постараемся вам помочь. Но между тем, бабье лето движется к финалу. Теплая погода, царившая в Оренбурге почти две недели, испортится уже к выходным. Все дело в том, что антициклон, подаривший нам эти дивные дни, постепенно начнет уступать место холоду. Небо нахмурится уже в среду. На западе области зарядят дожди, которые к субботе доберутся и до Оренбурга. Вслед за осадками температура пойдет вниз. Начнется усиление ветра и понижение температуры. Будет наблюдаться также переменная облачность, кратковременные дожди при северо-западном ветре. Ветер будет от умеренного до порывистого, до сильного. И температуры воздуха дневные будут составлять всего лишь плюс 7, плюс 12 градусов. А ночные температуры в пределах плюс 2, плюс 7, но местами близкие к нулю. Вот, кстати, сказка сегодня не только за окном, но и наяву. Оренбурге погрузилось в дивный мир Сергея Аксакова. В Угрусланском районе, в родном поместье автора «Аленького цветочка» в эти выходные прошел праздник, посвященный памяти писателя. Там развернулось яркое представление с участием Бабы-Яги и других всеми известных персонажей. В сказку на один день попали и наши Виталий Сапожников и Вадим Нечаев. А что это за цветочек-то? Версии? Он такой красивый! Молодец, умница! А еще он какой? И классный! Этот заветный цветочек знают все – взрослые, дети и даже сказочные персонажи. Автор знаменитой сказки Сергею Тимофеевичу Аксакову, 224 года. И день рождения писателя нашего земляка празднует вся область. Поместье в деревне Аксакова – копия того особняка, где провел детство, будучи литератор. Теперь здесь музей с уникальными экспонатами тех лет. Неподалеку от дома – вековые деревья и старый пруд. В общем, тихая дворянская усадьба, которая раз в год становится литературным центром и ареной народных гуляний. Мы собираем хорошую и очень благодарную аудиторию людей, восприимчивых вообще к каким-то смыслам, которые рождает литература априори по определению, да? Людей, которые готовы воспринимать какой-то интеллектуальный посыл. В этом году организаторы превратили праздник в своего рода аттракцион. Гости могли отведать поэтического варенья от местных мастериц. А рядом с избушкой прохожих поджидала баба Яга. Выглядящая для бабки, правда, довольно моложава. Ну что, старый, удачи тебе. Не подождите. Для желающих испробовать свои литературные способности в глубине рощи установили скамью поэтических пыток. За короткий срок нужно сочинить четыростишие, проигравшие наказание, отправляется на штрафную скамью читать плохие стихи. В итоге лучше всех, как ни странно, получилось у поэтического палача. Ну и дело. Прям хоть плач. Так случилось. Я палач. Но спасет меня брелочек. Добрый, аленький цветочек. Ну, тут должен, конечно, быть аленький цветочек, но его мне сейчас нет. Вообще, помимо чисто народных гуляний, Аксаковские дни – это еще и литературный форум. Поэтесса из Оренбурга Наталья Борисова в этом году стала лауреатом премии имени Аксакова. Основные мотивы творчества – любовная лирика, личные переживания, выраженные на бумаге. Разве село не в том, чтобы обиду уметь прощать? Или вовсе не порождать никаких обид? И в любых обстоятельствах камнем уметь молчать, даже если смертельно что-то в тебе болит. Обсудить творческие изыски молодых писателей в усадьбу приехали литераторы со всей страны. И, конечно, вспомнили о наследии Аксакова. Именно здесь рождались записки ружейного охотника, пособия по ужению рыбы. И здесь Сергей Тимофеевич услышал рассказ старой ключницы, позже перевоплотив его в маленький цветочек. Из праздника, который возник сначала как региональный, он сегодня уже стал межрегиональным. Но, по сути своей, это праздник давно уже всероссийского масштаба. Потому что и имя Сергея Тимофеевича Аксакова – это имя всероссийской величины писательской. И количество гостей, которые приезжают к Аксакову – это давно уже не только регион по Волжье. Действительно, своим Аксаковы считают не только в Оренбурже. Творчество писателя чтят по всей стране. А значит, аксаковские дни будут и впредь собирать в этом поместье истинных ценителей классической русской литературы. Праздник в самых что ни на есть патриархальных традициях. На территории усадьбы фольклорные персонажи, народные коллективы и просто местные жители. Это про такие гуляния еще один классик сказал. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И каждый из гостей этот дух прочувствовал. Виталий Сапожников, Вадим Нечаев. Наше время. Деревня Аксакова. Бугурусланский район. Оренбургу новые дворы. В минувшую пятницу на проспекте Гагарина 44-3 прошел праздник двора. События посетили первые лица города и десятки местных жителей. По мнению Александра Трубникова, Оренбург необходимо сделать комфортным местом проживания для горожан. Был план сделать ремонт двора и предполагалось сделать вдоль подъезда. Но потом немножко призадумывались, посоветовались с жителями, что, ну, конечно, нужен проезд, нужно устроить мусорку, обход вокруг школы ступеней. Поэтому решили лучше год подождать, сконцентрировать средства и сделать как положено. Вот как положено получилось. Работы по обустройству двора планировали закончить к 30 октября. Однако благодаря инициативе депутата и слаженной работе строительной команды участок сдали уже в минувшую пятницу. Ну и как заверяет Александр Трубников, на достигнутом останавливаться слишком рано, и уже в будущем году в этом дворе будет обустроена и детская площадка. К новостям спорта. Надежда стала бронзовым призером Кубка России. Наши баскетболистки стали третьими уже шестой раз в своей истории. Проиграв полуфинале подмосковной спарте «Энд Ка», Надежда смогла собраться и показала не просто стремление к победе в борьбе за третье место, но и прекрасный баскетбол. Оренбуржинги с первых минут захватили преимущество и не позволили Вологодской, Вологодзе, Чавакате ничего сделать. Совершив внушительный рывок в первой половине встречи, Надежда чуть сбавила атакующий порыв, позволив сопернику сократить отставание. В итоге матч завершился убедительной победой Оренбургской команды со счетом 71-49. Лучше других проявили себя Елена Беглова, Наталья Анойкина и Жаселина Майга. Массовые забеги под открытым небом. Накануне сразу в трех районах области состоялось ежегодное спортивное событие «Кросснации». Тысячи любителей бега собрались на поляне Тополиной рощи поселка Переволодский, Попионерского озера в Дедуровке и в Зауральной роще Оренбурга. Активное участие в «Кроссе» принимали работники общества «Газпромдобыча Оренбург». Как это было, увидел Иван Бер. Буквально сметая все на своем пути, участники осеннего марафона ринулись вперед за победой. Более тысячи спортсменов, представляющих структурные подразделения «Газпрома», а также жители Переволодского района, собрались в Тополиной роще, чтобы узнать, кто же выносливее и быстрее. Десять забегов на дистанции 1,5 километра для участников практически всех возрастных категорий. Вчера определили своих победителей. Мы всегда сюда привозим хорошие призы, и эта весть разносится по всему району. Могут здесь участвовать и жители соседних районов, соседних школ иногда привозят сюда. И сама массовость, она приобретает, конечно же, такой широкомасштабный характер. Самым пожилым участникам соревнований было далеко за 60, а самому младшему всего полтора года. Раньше бегал, а какой раз я точно сказать не могу. Мы бываем здесь и зимой, и летом. Сын все время ходит и на тренировки на легкую атлетику, и на уроки, и на площадку спортивную. То есть нравится ему, бегает. Победители и призеры соревнований, соответственно, к каждой своей возрастной категории, определились по лучшему результату. Всего в каждой категории шесть призовых мест. И за каждое полагался ценный приз. Само же мероприятие «Кросснация» в этом году не последнее. Газовиками ежегодно запланирован целый ряд подобных спортивных праздников. Мероприятий у нас проводится совместных очень много. Значит, это и «Лыжьяросни», и «Кросснация». Месяц назад проводили мероприятие «Переволодский марафон». Значит, серьезные мероприятия тоже совместно, так скажем, проводили. У нас проводятся мероприятия по волейболу совместные на приз героя Мустафина, героя России. В это же время праздник бега с участием газовиков проходил у озера Пионерское в поселке Дидуровка и в зауральной роще Оренбурга. А благодаря стараниям общества «Газпромдобыча Оренбург» для любителей бега были приготовлены горячие пирожки и чай. Иван Бер, Виктор Горшеньев. Наше время. Ну и напоследок. Этой ночью оренбуржцы наблюдали кровавую луну. Фотографии затмения сегодня появились в социальных сетях. Астрономы уже назвали это явление уникальным. В нашем регионе луна стала краснеть под утро. Все происходило между шестью и семью часами. Полное затмение луны совпало с так называемым «суперлунием». спутник Земли выглядел больше обычного. Это произошло из-за того, что луна находилась ближе к Земле на 22 тысячи километров. Теперь полное лунное затмение мы сможем увидеть только через 18 лет в 2033 году. Ну и вот такие новости. Будьте с нами, живите в наше время. До встречи.